Из ваших лекций я слышала, что молиться нужно больше часа. У меня длительное время был вопрос. Вы так услышали, это правильно. Чем больше, тем лучше. Да, 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 я слышала это несколько раз. И скажите, пожалуйста, о чем молиться нужно больше часа? О чем? Да, о чем молиться. И, ну, как бы, вот хотелось бы пример этой молитвы бы услышать. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вот смотрите, сам вопрос, о чем молиться, неправильно поставленный. И это означает неправильное понимание молитвы. Потому что молиться надо ни о чем. Надо всегда прославлять Бога в молитве. И молитва означает короткая молитва. То есть, если мы побеждаем судьбу, то есть больше часа молимся, это не псалмы, это не намаз. То есть, это короткая молитва, которая состоит только из прославления Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. И во время молитвы я перенастраиваюсь с себя на Бога. Я забываю про себя и думаю о Боге. А что касается о чем, то это у меня в сердце сидит по-любому. Потому что действует судьба, и мне надо ее побеждать. Когда человек забыл про себя и думает о Боге, то в это время Господь заходит в его сердце и сам очищает его сердце. Можно, конечно, есть разные уровни молитвы, понимаете? Самое поверхностное, это когда я сильно хочу победить свою судьбу и прошу Бога, помоги, помоги, помоги. Это почти не работает, такой способ. Второй способ. Я знаю, что надо прославлять Бога. Я его прославляю, переключаюсь на него, но сильно при этом хочу, чтобы он мне помог. И поэтому я его прославляю, думаю о нем, стараюсь думать на нем, но мысли переключаются все равно на себя. И я все равно уповаю сильно на его помощь. На этом втором уровне молитвы человек должен со всей силы захотеть думать о Боге и забыть про себя. И тогда Господь начинает помогать. Третий уровень молитвы означает, что человек вообще не думает о себе, он просто прославляет Бога, но при этом он в сердце знает, что ему нужна такая помощь. И Господь это сам делает. Но он на это не акцентирует внимание человека в молитве. Он просто прославляет Бога и забывает про себя. А есть еще четвертый уровень молитвы, когда человек настолько сильно верит в Бога, что он вообще говорит, Господь, пошли мне трудности в жизни, для того, чтобы я лучше верил в Тебя. И он так сильно прославляет Бога и думает о нем. И Господь действительно ему посылает трудности. И он их побеждает с помощью своей веры. Но вы не имитируете этот уровень. Это уровень святых людей, вот этот четвертый. Вам надо хотя бы на второй подняться. Перестать вот клянчить у Бога себе хорошую жизнь. А какие молитвы, пославляющие? Аллилуйя, Богу хвала. Аль-Хамду-Лиле, Богу хвала. Это уже мусульманская молитва. То есть, ну а зачем много молитв? Нужна одна молитва всего. Я слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну. А зачем много молитв? Нужна одна молитва. Нужна одна стрела, которая летит в цель. А не много горошин, которые бьются об стенку. То есть, больше часто вы говорите эти слова, пославляющие, да? Да, только одну молитву. И Богу хвала, Богу хвала. И погружайтесь в отношения с Богом. Погружайтесь постепенно. Молитва – это стрела, которая летит в цели. Это не блуждающий ум. Это стрела, которая летит в цели. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы даёте такие ценные знания. А кто? Помогаете всем необходимые времена в жизни. И вопрос у меня следующий. Значит, у меня с мужем были неуважительные отношения. Я после родов не смогла психически и физически справиться с этой ситуацией. Подключила своих родственников. В общем, нас растащили, получается, мы его выкнали из дома. После этого он предал меня. Мы с ним сходились несколько раз. Я начала выполнять все рекомендации. И сама начала меняться. Вот если вы сейчас меня на кол посадите, я вас предам или нет? Понимаете, вы его из дома выгнали. Что значит, что он предал меня? Ну, моя хорошая, но вы его из дома выгнали. Кто кого предал-то? Вначале я, получается. Ну, так а при чём тут он тогда? Нет. Я понимаю, что я не права в этом была. Ну, так надо было так и начинать свою беседу. Что вы мне говорите, он предал меня. Как вы видите ситуацию, так будет разворачиваться ваша жизнь потом. Если вы видите её неправильно, то вы будете удивляться. А что мне так не везёт-то в жизни? А не везёт, потому что наказано. Ну, потому что он в шоке того, что происходит. У него сейчас холод. Безразлично всё. Моя хорошая, поймите, мужчина может любить женщину только в одном случае. Если он верит, что она его уважает. А если женщина никогда не уважала мужчину. И уважать и собирается. Как? У него ни холод, ни разовьётся. Понимаете, часто женщины постоянно доказывают что-то своему мужу. Это неправильный способ просто отношения. Разумная женщина знает, как устроена психика мужчины. Нужно что-то делать с звуком, он немножко... Да? Да, что-то идёт фон какой-то. То ли чувствительность слишком высокая. Надо что-то немножко подкрутить. Вот. То есть, понимаете, изучайте, как с мужчинами строить отношения правильно. Мужчина очень вдохновляется, если женщина мягко, аккуратно к нему относится. Даже если она видит тысячу недостатков у него. Это нормально. Видеть недостатки нормально. Но надо понять, как он может вообще меняться, мужчина. Он не будет меняться, если его постоянно тыкать носом в вонючее место. Понимаете? Не будет он меняться. Он будет бунтовать. И потом начнётся война. А если вы к этой войне подключаете родственников и просто его ломаете как личность, так он никогда этого не забудет. Мужчина так психикоустроена, он или победил, или умер. Одно из двух. Он как петух, понимаете? То есть, если в него петуха разбудить, он не может дальше, как бы, он не может нормально жить. Нельзя в мужчине будить петуха. Надо с ним аккуратно общаться. Можно его воспитывать, конечно, но это делать надо деликатно, не разговаривать с ним, допустим. Или объяснять ему как-то что-то. Жить отдельно можно какое-то время. Воспитывать можно мужчину, но не с помощью силы. Что вы хотите теперь? Надо всегда принять как есть. Если вы хотите дальше замуж выйти, вы должны понять, что через разруху новое счастье не приходит. Не то, что мы старый мир разрушим, а затем мы новый мир построим. В семье так не бывает. Вы должны раскаиваться в том, что вы делали. И потом Бог вам даст следующее, потому что сейчас Он боится вам давать кого-то, потому что Он видит ваш настрой боевой. Он уже давно не понимал меня. Хорошее я вижу ваше сердце. Вы простили человека? Да? Вы уверены? Нет, в том-то и дело, что вы Ему не простили. Пока не простите и прощения не попросите, ничего не будет дальше в жизни. Никого вам Бог не даст. Потому что нужно пройти этот урок. Понимаете? Всегда кажется, что близкий человек хуже, чем я. Мы себя не можем понять, увидеть со стороны. Нормальный человек был. Что вам не хватало? Нормальный человек, что вы его гнобили-то? Что вам не хватало в нем, скажите? Чтобы он прыгал перед вами на задних лапках, но мужчина не так устроен, чтобы прыгать на задних лапках. Серьезный, нормальный мужчина, он всегда отстаивает свою позицию, у него есть свое мнение. И надо это понять, надо с ним аккуратно себя вести, чтобы мнение его поменялось. Нужно время ждать на это. А если бросаться на него и пытаться заставить его по-своему думать, то, конечно, он будет звереть. Вы что, думаете, вы себе другого лучше найдете, чем вот такой? Слабенького найдете себе, потом сами будете страдать. Сильного нашли, значит, надо учиться правильно себя вести. Вы наказаны Богом сейчас. Хотя мне доказывать пытались, что он наказывает. Вот увидите, он себе быстро найдет себе женщину. Нормальную. Все, видите? А вы нашли? Я не стремлюсь. А что вы не стремитесь? Потому что я очень сильно сохраню. А что сохранить, то уже нечего сохранять. У него же другой человек. Все уже, ничего не сохранишь, не сохранишь все. Все растеряло. Нет никаких шансов, что он к вам вернется. Вы сломали его психику. Он сломленный человек в отношениях с вами. Он никогда не сможет в своем сердце это забыть. Но вы должны просить прощения у Бога. Нельзя людей так ломать. Ни женщин, ни мужчин. Нельзя ломать людей. Это очень опасно. Особенно близким. Олег Геннадьевич, я безумно благодарна, бесконечно вам благодарна, про то, что вы появились у меня в жизни. Потому что до 27 лет я жила, как хотела. И многие ошибки стоили мне очень дорого. После того, как мне исполнилось 27 лет, я уже на протяжении трех лет слушаю вашу героиню. Вас как маму зовут? Людмила. А ее отца? Генчик. Вы его знаете? Я его знала. Ну, он уже из-за лет, он живет. Чем он занимался? Жил в деревне, и был у него свой скот. Он верующий человек? А у нас, ну, какие-то... Ну, очень разумный человек, очень разумный. Разумный? Да. И он защищает вас. Он сейчас вам дает разум, силу разума. Родственники часто связаны друг с другом, остаются по жизни. Та же после ухода. И вот после того, как я начала слушать ваши лекции, меня жизнь прямо изменилась кардинально, наверное, на все 360 градусов. Я вообще сейчас сюда приехала к вам, чтобы вас видеть вживую. Я думала, что я иногда буду в домах, когда я его вижу. Потому что я так сильно ждала. А где у меня цветочки-то? Я... Да нет, а те розочки там были. И вот я приехала из Монголии, специально для того, чтобы вас видеть вживую. И вот я как раз-таки приехала из Монголии, специально для вас все оставила. Там у меня команда, у меня люди и все прочее. И вот у меня вопрос следующий. Вот у меня... Я сама вот... Ну, я развелась в буддийской семье, где я в буддизм. Но у меня сейчас наставники, которые проповедуют христианство. Ну, это нормально. Ничего плохого в этом нет. Человек может верить в Бога так, как он считает нужным. Потому что Бог один. И Он просто любит нас. А как мы будем строить с Ними отношения, это зависит от нашего вкуса, любви к Нему. У буддистов один вкус. Он такой очень... Ну, они настроены на такие медитативные отношения с Богом. А христиане настроены на личностные отношения. Они лично обращаются к Нему. Кому-то это больше нравится, допустим. Такой способ. Ну, и поэтому, когда я прихожу, они как бы по воскресеньям... Вы садитесь, чтобы нам удобнее было общаться. По воскресеньям я с ними тоже иногда хожу к ним в храм. Отлично, отлично. И мне там тоже очень нравится. Да. И также мне нравится буддизмин. Я думаю, что я до конца ещё себя не нашла в... Не надо торопиться никуда. Люди часто пытаются определиться в вере раньше времени. Вы просто и там, и там находитесь, изучаете всё. Придёт время, и что-то Вас больше привлечёт. Но пока не нужно ничего менять. Потому что очень важно человеку какое-то время в жизни любить все веры одновременно. Потому что это закрепляет в нём правильное представление об этом мире. Потому что часто люди, когда уходят в одну веру, они потом начинают фанатеть и ненавидеть другие. Это может приводить к катастрофическим последствиям. Ну, у меня был именно такой вопрос. И в знак благодарности Вам за то, что Вы вообще сделали в моей жизни. Просто я бы хотела бы небольшой благодарю подарить. А Вы уже сами решите, нужен Вам или не нужен. Спасибо большое. Это что такое? Ну, мне сказали, что кофе уже не пьют, поэтому настоящий кофе может быть кому-нибудь другому подарить. А там ещё есть дорожный набор. В общем, я думаю, в поездках Вам пригодится. Можно обважать Вам руку? АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте счастливы. Да, нормально. Не волнуйтесь. У нас до скольки лекция? До семи? До семи, да? С четырёх до семи, да? Садитесь. Садитесь. И дальше никто сам микрофон не хватает. Здравствуйте. Хорошо. То есть я сам решаю, кто будет со мной говорить. Ага. Спрашивай. Спрашивай. Садитесь только. Я хочу вас поблагодарить за все Ваши лекции. Последние полгода я Вас каждый день слушаю. В своей жизни за 32 года я столько натворила. Все натворили, я тоже натворил. Не волнуйтесь. Всё нормально. Есть такая неисповедь и вопрос. У меня очень влиятельные, деспотичные родители. Из-за этого я решила выйти замуж. Надо говорить деспотично, нехорошо. Ну, я так считаю. Нужно замуж. С расчётом того, что через пару годиков я разведусь. Пару детей. А потом я, когда вторая дочка родилась, а я так не веселая, я искренне говорю, от одного отца, окей, развелась, ушла. Сейчас уже прошло два года. Я с ним разговаривала. Он простил меня. Мы в хороших отношениях. Наша семья дружит. Дети, то есть туда-сюда едят. То есть, ну, как бы сильно не почувствовали. Сейчас вопрос такой стоит о том, что да, я начала молитвы, но только буддизм не ближе. И всю какую-то деятельность в своей жизни бы я не начинала, она рушится. Ну, это другое совсем. То есть, это не связано с тем, что вы бросили мужа. Да просто идёт тяжёлый период. Он начался где-то около двух лет назад. Связано с деятельностью. И скоро закончится, через полгодика. Да, и в полничной жизни не продолжать молиться, или как? То есть, ну, теперь я осознала, что да, я хочу теперь искренних, настоящих отношений. Надо раскаиваться сначала. Перед Богом или перед душем сетоком? Ну, перед душем я... Перед обоями. Вот Бог держал вам, как бы, понимаете, Бог вам соединил вас. Он не может на два года соединять, Он соединяет на всю жизнь. А вы, ну, как бы, попрали эту, ну, эту святыню. Понимаете, люди создают отношения, Бог входит в эти отношения и заставляет их чувствовать родственниками друг друга, близкими людьми. И если один человек рушит отношения, то это очень коварно. За это он будет отвечать. Много раскаиваться. Когда раскаетесь, тогда будет дальше человек. Но не надейтесь, что он будет лучше, чем тут. Хорошо. А как я почувствую это, что я раскаю? В сердце сейчас у вас трудность, такое ощущение, что очень трудно выйти замуж. Трудность. Эта трудность пройдет, и легкость появится. Легкость сердца и теплота к людям. Сейчас у вас там камешек, связанный с личной жизнью. Этот камешек – это ваше наказание. Когда легкость появится в сердце, значит, все будет хорошо. Ладно, рад вас всех видеть. Спасибо вам всем за... за вашу теплоту ко мне, доброе отношение. Сегодня я прилетел ночью сюда, и один человек специально приехал ночью, забрал меня с аэропорта, натопил мне баню. Я там побарился, покупался в бассейне. В том поздно ночью мы легли спать. Очень приятно, когда забота происходит, заботятся люди друг о друге. Это оставляет очень глубокий след в сердце. И хочется дальше служить, помогать всем. Раз, два, три. Теперь слышно? Вот так слышно, да? Мощности колонок хватает? Нет? Спасибо, Владимир. Не надо, не перевозбуждайте микрофон. Не надо, а то это пойдет. Я просто ближе к микрофону буду еще. Сейчас слышно? Всем поднимите руку, кому не слышно. Всем слышно? Сейчас мы проверим звук динамиков. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы с вами сегодня говорим о судьбе. Каждый человек хочет знать, как действует его судьба. И это нормально. Просто в этом познании своей судьбы есть серьезные ошибки, которые я буду вам говорить. И буду вас предупреждать о том, что вы можете сильно пострадать, если вы раньше времени попытаетесь проникнуть в тайну своей судьбы. Потому что узнать будущее свое является наградой человеку или наказанием, если он лезет туда раньше времени. Первое, что нужно знать, что ход времени может понять только человек, который обладает определенной силой внутренней. Ну то есть время на всех влияет людей, но не каждый человек способен отодвинуть это влияние и посмотреть на него со стороны. Некоторые люди ко времени относятся очень поверхностно. Они считают, что они могут узнать ход влияния времени, просто начертив гороскоп на бумаге. Это полный бред. Так мыслите. Полный бред, мои хорошие. Потому что, вот смотрите, гороскоп указывает на то, как на момент рождения, какой объем работы я имею в жизни. Судьба, значит, объем работы. Ну то есть, что такое судьба? Это то, что я должен перелопатить, то, что должен победить. Там есть определенные вехи событий в моей жизни. Это факт. Эти вехи в гороскопе видны. Но проблема заключается в том, что астрологи берут на себя часто, не все, но часто, берут на себя ответственность и право рассуждать о том, что конкретно будет с человеком в результате влияния этого груза судьбы. Это, в принципе, неправильное мышление. Потому что человек может перелопатить этот груз судьбы уже к этому времени, когда он делает гороскоп. То, что видно в карте, это просто предварительный объем работы. Ну, допустим, я помыл кухню свою, да? У меня в судьбе, в карте написано, что кухня будет грязной вот в это время. Но я помыл свою кухню. Прихожу к астрологу. Он говорит, у тебя кухня грязная навсегда. Я говорю, как навсегда? Что теперь? Все, она всегда будет грязной? Я верю, да, ему? Он говорит, да, навсегда грязная. Потому что так стоят звезды. Ты не можешь отмыть свою кухню. Это островок, это бредовик-затейник, понимаете? Он, во-первых, не знает, как устроена судьба, не знает, какой код времени действует. Он не знает. А во-вторых, он селит в сердце человека не ту веру. Потому что, когда человек, смотрите, когда человек верит в безотходность, это вера в невежестве. Когда человек ни во что не верит, это тоже вера в невежестве. Когда человек верит, что по-любому все будет хорошо, если я даже ничего не буду делать, это вера в страсти. А есть еще вера в благости, когда человек знает, что если он будет трудиться над своей судьбой, то обязательно он победит. Это вера в благости. И если человек считает себя астрологом, то он должен человеку давать то знание, которое будет давать возможность ему побеждать что-то. Вот, допустим, если человек считает себя астрологом, он должен сказать человеку столько, сколько ему поможет победить судьбу. И дать ему знание, человеку знать знание о его судьбе столько, сколько тот может победить. И тогда он принесет большую пользу. Вот если ты капельку говоришь человеку о судьбе, то надо столько же дать ему знания, чтобы ее победить. Иначе судьба наваливается на человека дамокловым мечом. Ну, приведу пример. Одна женщина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, в 2010 году, я лекцию читал в Москве, одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, в 2012 году конец света, все, как бы, жизни никакой нет, я не могу спать, есть, там сухари запасаю. Я говорю, а зачем вам нужно это знание, если в 2012 году конец света? Послушайте эти лекции в Москве в моем 2010 году. Я смеялся над этими предсказаниями, просто открыто смеялся. Но к моей жизни конец света был. Как раз в этот день, когда должен был конец света быть, у меня в Ильском поселке, где я живу, вырубили свет. На два часа. Потом было начало света уже. Понимаете? Все, конец света. Предсказание сбылось. Мне один человек сказал, говорит, Олег Геннадьевич, вы, говорит, в Краснодарском крае живете, уезжайте, а тут там раскол по земле будет, трещина. Я говорю, откуда информация? Великие люди сказали, никакого раскола. Куда теперь делись эти великие люди? Почему они не повесились со своих предсказаний, если они не сбылись? Эти великие люди новые предсказания теперь делают. Видите, детский сад в этом вопросе, царик, детский сад просто. Но я вам это вот о чем хочу сказать. Эта женщина, она с ума сошла от предсказаний. Она не могла нормально жить. Я говорю, вы знаете, вот я не верю в эти предсказания. Я считаю, что в 12-м году вообще ничего плохого не будет, потому что я изучал Священное Писание и знаю, когда бывает действительно плохо, а когда не бывает. Я говорю, вот смотрите, я 2 года до 12-го года, с 10-го до 12-го, 2 года буду жить супер. А у вас не будет никакой жизни. Если действительно будет конец света, то я, по крайней мере, 2 года еще поживу. А ваша жизнь уже закончилась, потому что вы попали под влияние глупого человека, который не дал вам возможности эти 2 года пожить, если человек точно должен умереть в 12-м году. Зачем ему об этом говорить в 10-м году? Он поживет до 12-го, если он точно должен умереть. А если не точно должен умереть, так скажи ему, что делать лучше надо, чем то, что он умрет. Зачем ты его пугаешь? Понимаете, о чем я говорю или нет? Если у человека есть вера в победу, даже если трудность большая, он победит. Если человеку разрушили веру в победу, как он будет побеждать? Вот женщине, допустим, говорят, на тебе крест одиночества. Что ей делать? Что побеждать? Она родилась для того, чтобы замуж выйти. Она родилась для того, чтобы замуж выйти. Она родилась для того, чтобы рожать детей. Женское тело для этого предназначено вообще-то. Я говорю, у тебя крест одиночества. Зачем ей жить тогда вообще? И на тебя крест одиночества, и еще крест бездетности на тебе. А зачем мне жить? Он говорит, ну я не знаю. А что ты тогда вообще рот открываешь, если ты человеку рушишь веру и не знаешь, что ему потом сказать? Теперь смотрите, интересный момент. Люди не понимают, что это знание, вот это вот о ходе влияния времени, это знание об астрологии, о влиянии времени на человека. Оно всегда было секретным. Понимаете? Его всегда давали только тем людям, которые достигли определенного развития в жизни. Никогда астрологию не изучали просто по книжкам. Понимаете? Чтобы изучать астрологию, нужно чувствовать ход времени. А для того, чтобы чувствовать ход времени, ты должен в своем сердце этот ход времени хоть немножко победить. Потому что, если ты его не победил, если человек в болоте находится, он не может видеть ничего вокруг. Чтобы увидеть, надо вылезти из болота. Понимаете? Если он сам в болоте находится, он свою жизнь сам не решил вопрос своей судьбы, он предсказывает будущее другим. Это все равно, что мыть грязной рукой кого-то. Что ты вымоешь-то там? Поэтому, мои хорошие, не ходите к астрологам. Не ходите. Можно, допустим, ходить, чтобы узнать дату свадьбы. Или узнать основные астрологические периоды в жизни. Но не ходите, чтобы они вам сказали, что с вами будет в будущем. Не спрашивайте, не задавайте таких вопросов, потому что они не знают ничего об этом. У меня один очень возвышенный человек, духовный учитель, специально сделал эксперимент в Индии. Поехал, чтобы узнать вообще, что будет с ним. И он разговаривал с четырьмя самыми лучшими астрологами в Индии. С самыми лучшими, самыми известными четырьмя астрологами. Все они сказали абсолютно разные вещи. Все. Если самые лучшие астрологи так рассказали, тогда что говорить о остальных всех, которые книжку прочитали и умный вид делают, ходят. Я просто вам говорю сейчас. А пальмистрь то же самое, Махарыч, то же самое, да. Потому что это же надо видеть, как жизнь течет, а не просто вот эту вот штучку-то. Это же можно как угодно трактовать. Я к одному знакомому своему подошел, к наставнику. Я говорю, вот расскажите мне про мою судьбу, и руку ему показал. И он как бы немножко, как бы, он такой человек, литературное наследие очень хорошо знает. Он говорит, смотри, вот это вот, говорит, твоя линия жизни, а вот это линия трамвая. Вот здесь они пересекаются. Пошутил со мной просто. А знаете, почему не все так дешево, как вам кажется? Знаете, почему? А потому что знать свое будущее – это награда. А награду за дешево получить невозможно. Это все равно, что вот сейчас дети, молодежь, у них есть такие игры компьютерные, где они женятся друг с другом по интернету. Девочка с мальчиком женятся по интернету, и они муж и жена как будто бы. И они почему-то вдруг потом решают, что они на самом деле муж и жена. Начинают знакомиться и получают полное фиаско в этих отношениях. Почему так получается? А потому что все очень дешево. Понимаете, дешево, дорогое за дешево не купишь. Я разок одному своему знакомому в Индии принес кораллы, которые я купил на пляже, там в Джаганатхапури, там океан, на пляже я купил кораллы, мне говорят, натуральные кораллы здесь, говорят, добыли, вот вам по дешевке, поэтому продаем. Я привез к этому специалисту, он говорит, слушай, во-первых, в Джаганатхапури нет кораллов. Там не добывают кораллы, и жемчуг тоже не добывают. Потому что люди море видят на юге, думают, там кораллы и жемчуг есть. Во-первых, говорит, во-вторых, даже если бы они были, никакой бы дурак за дешево тебе не продал бы. Ну зачем продавать за дешево то, что дорого стоит? Мои хорошие знания о судьбе, о своем будущем очень дорого стоят. Дорого стоят. Один человек, который предсказывал всем будущее, и даже, не буду говорить, как его зовут, не люблю это делать, и даже он говорил, что он может воскресить из мертвых, приехал к Вангрии. Она даже не стала с ним разговаривать, она с кем-то другим разговаривала, он сидел, пытался с ней поговорить, и она, когда уже он не надоел совсем, он такой, она такая, смотрит на него, говорит, ты слабак, слабак не может видеть будущего. Он говорит, я могу вам доказать. И заходит там женщина с ребенком, и она такая, Ванга такая, как бы лицо серьезное стало, говорит, доказать. Она же слепая, да? Она говорит, вот скажи у этого ребенка диагноз. То есть она, они даже не сказали, что они зашли, и она видит все своим тонким зрением. Говорит, скажи у этого ребенка диагноз. Тот называет диагноз, и она говорит, ты слабак, ты никогда не сможешь узнать диагноз, потому что ты это делаешь для того, чтобы деньги зарабатывать на людях, для своей славы. Ты не видишь людей, не видишь ход времени, ты не понимаешь, для чего это все дано, как ты можешь определить, чем этот ребенок болен. И начала дальше давать совет этим людям. Сказала, какой у них диагноз. Что думаете, человек решил гороскоп изучать? Он не слабак? Тоже слабак. Задешево, дорогое не купишь. Если вы хотите свое будущее узнать, я вам расскажу, как это сделать. Когда человек в молитве настоящее свое побеждает, у него в сердце появляется спокойствие по поводу своей судьбы, и у него чистое сердце, чистота наступает, то первое, что человек в своей жизни начинает понимать, это что дальше с ним может быть. Потому что, когда сердце очищается от настоящих проблем, оно начинает сразу очищать будущие проблемы. Так у нас психика устроена, что если мы настоящие проблемы очистили в сердце, вот то, что сейчас у нас есть, сразу же психика человека, судьба, психика человека, чувства, надо чувствительность звука уменьшить. Звенит, звенит. Кто у нас здесь следит за лекцией? Надо, пожалуйста, вы смотрите, что происходит в зале. Раз, два, три. Вот так нормально. Да, я ближе просто буду. Вот так, сейчас не звенит, да? Понимаете, когда человек побеждает судьбу в настоящем времени, у него в сердце появляется спокойствие. И психика человека чувствует будущие события. Мы чувствуем будущее. И поэтому сердце, психика, то есть наш разум, который побеждает судьбу, он начинает сразу же настраиваться на будущее. И начинает побеждать будущее, когда он победил настоящее. Пока человек имеет беспокойство в сердце, пока человек суетится, он имеет трудности с тем, что у него происходит сейчас, он не может предвидеть будущего. Понимаете? А человек, допустим, астролог, который тебе говорит твое будущее, он должен это будущее чувствовать, а значит побеждать. Потому что время так действует, что если ты слабее его, оно не дает возможность себя увидеть. Другими словами, оно пропитывает тебя время. Вот, допустим, ты смотришь, ты, допустим, можешь видеть даже на судьбу человека, видеть судьбу человека. Ты смотришь на нее, и она тебя пропитывает, эта судьба. Это значит, что она тебя как бы ослепляет, ты с ней сливаешься как будто. Она тебя в свою краску как бы вкрасит, и ты не можешь увидеть разницу. Понимаете? Поэтому человек, который не сильнее времени, он не может даже определить. Но даже те люди, которые определяют, видят время. Как они его видят? Они всегда пугаются им, потому что время пугает собой сначала. Это первое, что время делает, оно пугает человека. И поэтому эти предсказатели, которые, ой, война, все будет разрушено, весь мир будет утонет, в страданиях, там вот такие, знаете, это означает, что они видят будущее, но видят его так, что они не могут его побеждать. Они не понимают объем работы, они просто видят время и пугаются ему, и все. Когда человек видит время и пугается этому времени, то он никогда не может понять, что будет по-настоящему. Потому что воистину, для того, чтобы увидеть правду, нужно всегда учиться видеть чистоту, а не грязь. Вот смотрите, допустим, один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, как увидеть правильно характер человека? Я ему говорю, смотрите, вот если вы видите чистоты в человеке в сто раз больше, вот хорошего в человеке видите в сто раз больше, тогда плохое, а его видеть несложно, плохое в человеке видеть несложно, плохое само влезет вам в голову. Если вы увидели хорошее в сто раз больше, плохое влезло вам в голову, то вы увидели человека правильно. Но плохое никогда в этом случае не станет основой вашего понимания человека. Если вы в хорошем, вы намного больше видите, тогда вы можете человеку давать советы, потому что вы будете уважать за хорошее. А уважая его за хорошее, вы можете также говорить о плохом. И это называется правильное видение человека. Вы трезво его будете видеть, этого человека, потому что плохое, оно пугает, захватывает сознание, действует агрессивно, а хорошее никогда не заметно в человеке. Поэтому, когда человек воистину видит только хорошее в человеке и не обращает внимания на плохое, вот это и есть трезвое восприятие человека, правильное трезвое восприятие, которое меняет человека к лучшему, потому что когда человека правильно видит, он сам вдохновляется себя видеть, менять, видеть себя правильно. То же самое и в судьбе, понимаете? Если человек в будущем видит в сто раз больше хорошего, то плохое он сможет правильно оценить, и он сможет правильно дать советы по поводу этого плохого, что с ним делать. Но если человек видит только плохое в судьбе и не может увидеть ничего хорошее, как он может помочь? Вот, допустим, женщина пришла за советом, и ей говорит, вас сглазили. Что значит сглазили? То есть есть такой человек, такой плохой, да? Лидийская такая, нехороший человек. Вот. Он такой ходит, так раз, что-то глазом повел. Ну, он плохой просто человек. И глаз у него, как бы, такой, ненормальный какой-то глаз. И он глазом повел, и ба, всех поубивал. Ну, не повезло людям, но не на того нарвались, понимаете? То есть мир этот, он создан из закона подлости, понимаете? Вот зло всегда побеждает добро. И самое главное, на зло не нарваться. Главное, что надо так аккуратно жить, чтобы не попасться на глаз вот этого, того, кто имеет плохой глаз. И поэтому надо жить, как он так вот? Аккуратно так ходит. Мне не сглазили там случайно, нет? Нормальная философия? Когда человек считает, что зло сильнее добра, это невежественное мышление. Это значит, что человек верит зло, верит в духов, привидений, в злые силы он верит. Когда вы к человеку таком приходите, и он вам говорит, тебя сглазили, у тебя крест-одиночество, тебя испортили, приворот, на ворот, от ворот по ворот. Это означает, что этот человек невежественный. Зачем у него спрашивать совет? У него неправильная вера. Когда ты приходишь к человеку, он окрыляет тебя, дает тебе силы внутри. Понимание, как побеждать судьбу, это правильная вера. Цель человеческой жизни – это победа. Бога снова всего. В этом мире, этим миром правит справедливость. Он соткан из одной только справедливости. Все страдания, которые мы получаем, это ответ за наши прошлые поступки. Мы живем вечно. У нас есть поступки в прошлом какие-то, и мы за них страдаем. Какие бы мы хорошие не были, мы же раньше бы что-то делали не так. И за это получаем ответ. Неожиданно. Я уже занимаюсь, Олег Геннадьевич, духовной практикой. Чуть-то со мной произошло. Я же хороший. Хоть хорошая, хоть плохая будет происходить. Имеет значение. Итак, первое. Дешево не относимся, да? Теперь. Это не значит, что астрология – это плохо. Астрология – это наука, которая с помощью гороскопа может показывать события в жизни человека. Вот как их оценивать – это уже другой вопрос. Оценить их может только мудрец. Но есть вещи, которые даже никакой не надо сильно оценить. Есть просто вехи в жизни, то есть есть периоды астрологические, да? Они многолетние. И вот это можно предсказывать уже, если ты знаешь точную дату рождения. Можно примерно совместимость понять, людям примерно сказать, как им они будут вместе жить. Но при этом не надо астрологу говорить, у вас ничего не получится. Да с какой стати? Совместимость указывает просто на объем работы. Если люди развитые, хоть у них вообще никакой совместимости нет, они будут счастливы жить друг с другом, без проблем. Я тысячу примеров таких знаю. И знаю также примеры. Один астролог, он всю жизнь искал себе максимальную совместимость, нашел. Девушке подошел, говорит, у нас стопроцентная совместимость, мы должны быть вместе. Она им поверила. Две недели пообщались, и потом мы остались врагами на всю жизнь. Совместимость у них 100%. Надо мозги 100% иметь. Тогда будет совместимость 100%. Главная совместимость – это не карта, а это душа человеческая. Это его характер, его способность любить людей, человека, выполнять свой долг. Один человек очень любил девушку. И он сходил к астрологу, и говорит, у вас никакой совместимости. Он взял, поменял дату рождения в паспорте. Он спросил у астролога, говорит, а вот найди мне дату рождения, чтобы идеальная совместимость была с этой девушкой. И у нас нашел ему. Тот взял и поменял дату рождения в паспорте. Девушка и начал знакомиться, а там в Индии такое правило, прежде чем знакомиться, сразу совместимость. Она к своему астрологу приносит, а тот ведь не может человека видеть, он видит только карту. О, у вас идеальная совместимость. совместимость. И она, ура, все вы замуж, прожили жизнь. И она мужу говорит, слушай, вот мы с тобой всю жизнь прожили, нам было нелегко, но мы сохранили семью только потому, что у нас идеальная совместимость. И он ей показывает свою настоящую дату рождения. Рассказываю один случай. Подходит ко мне парень с девушкой. Несколько случаев он рассказывал. Подходит ко мне парень с девушкой. И, Олег Геннадьевич, нам, астролог, сказал, что мы не можем быть вместе. Они живут вместе. Какое ты право имеешь разрушать то, что Бог создал? Люди уже живут вместе. Как у тебя рот открылся вообще? Мы живем вместе, нам, астролог, сказать, что мы вместе не должны жить, должны разойтись. Я говорю девушке, я говорю, вот смотри, ты всю жизнь жила, она нам ничего не говорила, я ей начал говорить, вот ты всю жизнь жила одна и еле-еле нашла себе человека в жизни. Она говорит, да, это правда. Я говорю, вот ты всю жизнь жил один и еле-еле нашел себе человека. Он говорит, да, это правда. Я говорю, если вы сейчас разойдетесь, вы никого больше себе не найдете. Ни ты, ни она. Они посмотрели на меня и говорят, Олег Геннадьевич, мы все поняли, спасибо. И пошли жить дальше вместе. Не важно, какая совместимость. Понимаете, второй случай. Парень с девушкой ко мне подходят, плачут оба, мужчина и женщина плачут. Это история пятилетней выдержки. Пять лет событий развивали, сейчас я вам расскажу. Пять лет назад они пришли ко мне, плачут оба. Я говорю, что плачем? Они говорят, нам астролог сказал, что у нас несовместимость, мы не две половинки, мы должны разойтись. Он должен найти себе свою половинку, я свою. Иначе мы друг другу мешаем жить. А мы любим друг друга. И поэтому мы плачем, мы не хотим расходиться, но понимаем, что это судьба. Я говорю, это бред, это полный бред. Вы, говорю, созданы друг друг для друга. У нас, ну, Олег Геннадьевич, поймите, что есть наука астрологии. В этой науке у нас несовместимость по зачатию детей. И мы действительно не можем зачать детей. Значит, это не бред? Я говорю, это полный бред. Он говорит, ну как нам тогда жить? Мы хотим детей? Я говорю, езжайте в святыню, в святое место, в которое вы верите. Молитесь Богу прямо сейчас. Езжайте, молитесь, чтобы Он дал вам возможность зачать детей. Да, человек молится Богу, он побеждает свою судьбу. Они поехали тут же в Иерусалим. Начали молиться Богу. И через два месяца она зачала ребенка, родила мальчика. Потом они поняли, что у них уже есть ребенок, что предсказания не сбылись. И дальше они счастливо стали жить друг с другом. И потом она опять забеременела. И она сходила на УЗИ, и оказалось, что это двойня. И так она родила еще двух мальчиков. Потом она пошла к гинекологу. Гинеколог ей сказал, вы знаете, вы можете еще двойню одну родить. Теперь у них стала проблема, как сделать так, чтобы не было еще одной двойни. Потому что уже трое детей. И с этой проблемой они пришли ко мне на консультацию уже. Через пять лет. Но если бы они послушали этого человека, они бы разрушили свою жизнь. Теперь слушайте меня внимательно. Если вы пришли к астрологу, психологу, к какому-то человеку, который берет на себя право считать, что он знает вашу судьбу, и этот человек вас напугал, не вдохновил, а напугал вашей судьбой, то это значит, что этот человек совершил зло над вашей жизнью. Потому что всегда, когда человек делает добро, он вдохновляет, а не пугает. Вдохновляет означает, дает возможность побеждать судьбу. Это все равно, что вы приходите к генералу армии, да, и он говорит, вы все погибнете, и мы проиграем войну солдатам. Что надо с этим генералом сделать? Он разрушил веру у людей, победу. Итак, астрология есть знания, есть, изучайте. Не берите на себя право давать прогнозы людям. Будьте осторожны с этим, потому что это может приводить к катастрофическим последствиям вашей собственной судьбе. Богу это не нравится, когда мы разрушаем веру у людей, в их жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok